Пошуметь в Кубке Англии Пошуметь в Кубке Англии П произошло в Кубке Англии Корабли летают А тут футболисты весом в 70 кг Охренеть Я считаю за такое нужно Сити Влупить технарь Потому что с их деньгами Они могли бы себе позволить Нормальную погоду оформить У нас так куча травм А если будет метеоритный дождь Тоже сыграем матч Шутки шутками Но кое-какие ребятки Так вымерли Ну, само собой, Сити в чемпионате идет на первом месте, все хорошо, с отрывом в 14 очков На самом деле это важнейший матч еще и потому, что и мы идем на первом месте Чемпионшип это не богатый чемпионат, то есть сегодня столкновение богатых и бедных Понимаете, мы на лице вторых, на лице, на стороне И, наверное, все неравнодушные Игнаты спросят, Антон, почему так давно не было видосов? Собственно, опять-таки, ответ на вашем экране Потому что ничего уж прям откровенно интересного здесь не происходило Ну, смысл мне показывать вам кучу, ну, в смысле, много матчей, где я побеждаю за счет своего невероятного тренерского гения То есть был отрывок, где мы не проигрывали буквально несколько месяцев С сентября аж до февраля Я думаю не о том, чтобы выйти в АПЛ, а о том, чтобы побить рекорд Рекорд 106 очков С Гвардиолой меня кое-что объединяет Помните, у меня, ну, кроме того, что я пытаюсь под него закосить У нас с ним есть некий, так сказать, не очень приятный моментик Он примерно вот такой Помните, к нам пришел в аренду вот такой отличный футболист Массимо Перони Ушел, представляете? Хотя играл довольно много, 26 матчей за полгода Это что, это мало? Но, по мнению Гвардиолы, это реально мало Но не только с Гвардиолой у меня конфликт У нас в команде есть Пелистре Который играет просто шикарно И жаль, 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 что мы его не сможем на фри забрать У него контракт истекал летом Байер подсуетился Факундо выбрал немецкую сосиску Вместо, я не знаю, чем славен город Миддлсбро Ну, короче, он выбрал немецкую сосиску вместо моей Но, тем не менее, играет шикарно Но, тренер МЮ, который, если я ничего не путаю Это Симеоны, да Он вечно на меня гонит каждый день Буквально, что он требует, чтобы я ставил Пелистре справа Но я его использую слева Понимаю, что в его глазах это просто страшный грех Но там он играет реально лучше Я уже говорил, что в этой карьере я отыгрываю жесткого специалиста И я постоянно говорю этому Симеону И это, иди подмойся, короче И он уходит Кстати, в этой карьере я обнаружил кое-что родное У Эки-Теке в друзьях, но кроме, само собой, уважаемого специалиста Есть и Герман Анука Да, тот самый, поигравший, между прочим, за Тамбов Видимо, они пересекались в клубе Вейле В ПСЖ в карьере Германа я не заметил Знаете, часто в кино бывают такие сюжеты, которым мы завидуем Да, живет себе челик, обычной жизнью, там, кушает сухарики И тут ни с того ни с сего оказывается у него какая-то богатая родня Которая завещает ему 100 тысяч миллионов Вот здесь произошло нечто подобное Сижу себе, сижу зимой без денег И тут из аренды возвращается вот такой парнишка Мэтью Хоу Такой же символизм в этом Потому что Хоуп это надежда Точнее, над-дежда Понимаете, о чем я? И мне он особо не был нужен И пришел Шеффилд, отдав за него десятку 10 с половиной миллионов долларов Откуда у Шеффилда, идущего в чемпионшипе на 17 месте Такие деньги? И, собственно говоря, зачем? Учитывая, что за 9 матчей забил всего лишь 2 гола Это вопрос меня не сильно интересует Ну а вот то, что эти деньги я уже начал грамотно вкладывать Это уже вопрос другой Я провернул очень интересный трансфер И да, я знаю, что у меня есть принципы По которым я не подписываю футболистов из своих прошлых карьеры Да, Серхио играл у меня в Гамбурге Но, будем честны, карьера за Гамбург была тысячу лет назад Она была очень маленькая, каратюська буквально И Серхио там был центральным полузащитником Сыгравшим там полтора матча Поэтому это не считается Я сегодня, как видите, в черном И как там было в фильме «Люди в черном» Все, вы это все забыли Новичок, шикарный, прекрасный, техничный Да, плачьте красно-белыми слезами Тимофеев ушел в УЭС-ку за 700 тысяч Вы скажете, Антон, а нафига ты вообще его подписывал, бедолага? Вот так вот подразнил его возможным выходом в ЭПЛ и все Но, слушайте, я начал его европейскую карьеру Он мог вернуться обратно Там ему Оренбург предлагал контракт Но он остался в Европе, а? Все хотят, чтобы больше наших футболистов было в Европе Пожалуйста, вот я, как Петр Первый, буквально прорубаю им окно Тем более, он хорошо играет Четыре матча, оценка 7 И есть ли у команды шанс на выход? Ну, в этом году вряд ли Я оформил пару аренд Это Исак Хансен Аарн Норвежский сынок Сульшера Просто неплохой центральный полузащ Просто на полгода забить дырки в составе И более серьезный игрок центрополя из Брайтона Тоже в аренду Карлос Балиба Вот здесь скиллы уже совсем другое дело Правда, оценка точно такая же Ну и главная интрига прошлого видоса Да, кого я все-таки взял из тех трех центральных полузащей И, собственно, вот эта интрига и закончилась Азидин Ахуян за 3,8 миллиона Марокканский талант За 10 тысяч играет, серьезно? Только сейчас на это внимание обратил Растет потихоньку в скиллах Играет средний на самом деле Но в любом случае, если что, его можно будет очень выгодно слить Больше всех играет Кун Кастельс 39 матчей, собственно, это все матчи без замен, само собой И даже в 32 года у него вырос скилл реакции В первых матчах он пропускал прям очень мало Вот вы посмотрите на это Сухарь, 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 сухарь Да, блин, в пачке кирьешек меньше сухариков, чем у него Но вот что-то последние матчи он прям подрасслабился 4-2-3-1-2-2 Что это такое? Это не оценки в КВН Это его личный позор А у нас матч с Ситин как бы на горизонте Еще из больших молодцов это Пелистрис 10 плюс 9 Ленин, да Ну, Ленин, как говорится, захватил власть Ну, в смысле не власть В смысле капитанскую повязку в команде И, ну, как настоящий лидер Как настоящий боец Он на втором этаже просто шикарно играет на стандартах 7 голов Это наш Серхио Рамос К тому же А, нет, он не воспитанник Это Фрай воспитанник, по-моему Да Тоже играет много Тоже, как для центрального Защи Забивает очень солидные цифры Саму начал здорово Но последние матчи проводят довольно средние 5 плюс 4 Так еще и колено не сберег свое бедолажное Дальше о китыке В этом сезоне, конечно, забивает намного меньше, чем в прошлом Но я прошу внимания обратить То, что я вновь продлил его аренду И благодаря моим навыкам переговорщика Его аренда теперь стоит 0 долларов 0 центов На эти деньги он играет Вполне себе Аарон вообще лучший по оценке не только в команде Но и в чемпионате 3 плюс 9 Еще бы я, пожалуй, отметил со знаком плюса Маркинеса 6 плюс 8 Но я о нем уже и в прошлом видео говорил То, что он невероятно техничен И, собственно, продолжает наводить кошмар и ужас на соперников на своей бровке Денис Ундав с одной стороны забил десятку С другой стороны в первых 18 матчах он забил примерно вот столько И я даже начал подозревать, что мне втюхали не футболиста А просто какого-то рандомного чувака с улицы Потому что в 3D он смотрелся... Он не смотрелся в 3D никак Ну и еще скажу про Латте Латте Который играет очень достойно Даже супер достойно 12 мячей В этом сезоне он пенальти бьет намного реже И с ним произошла просто какая-то феноменальная ситуация Такого не было никогда со мной Вот серьезно, сколько играю в FM Это впервые И сейчас я вам это расскажу Не покажу, потому что искать запись стрима очень долго Но поверьте мне, такое было Запись есть где-то там на просторах интернет Но обычно, если деды рассказывают свои дедовские истории Обычно им верят Короче, представьте себе Матч, идет матч, важнейший матч Из последнего, не помню где Но в последних матчах он постоянно забивает Представим, что это было в матче с Хал Сити, например Он забивает очередной важнейший гол И я такой захожу к нему на страничку Прямо во время матча И думаю, дать ли ему новый контракт И думаю, что в принципе, да Парнишка достоин Захожу, но он требует 40 тысяч долларов вместо 20 Само собой, это многовато Я выхожу, и он прям во время матча увольняет агента Это просто... Это реальная история Дружище, хочешь новый контракт? Он такой, да, давай, плюс двадцатку сверху Я говорю, братан, многовато Он такой, достает телефон прямо из трусов Такой, алло, агент Это самое Ты уволен Ну и, видимо, чтобы мне веселее с Сити игралось Два наших футболиста В этом матче не сыграют Потому что они уже играли, собственно За другие команды Классно Еще и без Саму, и без Хансона Кто же будет раздавать пасы в центре поля Если все мои плеймейкеры Господи, даже Дели Али к матчу не... Не Готов Кто? Кто возьмет? Слушайте, а реально некого ставить-то Как весело Пилистрин на его коронной левой Маркини справа И, ну, МакГри, в принципе, есть Который летом бесплатно уйдет в Эмполе Но это дело его Я бы хотел ему контракт новый дать На самом деле, не для того, чтобы его оставить Для того, чтобы его потом выгоднее продать Но он ни в какую не хотел новый контракт Ну и, собственно, удачи ему в Италии Блин, я прям как мой дед после чекушки Не смог собрать скамейку Ну, с другой стороны, какой бы я состав не собрал Даже если бы на поле вышел бы весь город Мидлсбро За нас по схеме, там, не знаю Десять тысяч, десять тысяч, десять тысяч Вряд ли бы нам это дало какие-то шансы Единственное... Ой, я мискликнул Я сказал, что жду победы А почему нет с другой стороны, а? Нужно ставить серьезные задачи Так вот, единственный шанс, что Сити сыграет дублем Ну, в принципе, кстати В принципе, полудублем это назвать можно Так, неужели нам забьют на первой минуте Ковачевич на Аке Пронесло Ну, а пока вы говорите, большая пауза, друзья мои Наша любимая минутка респекта Большое спасибо Стасону за Сатыгу И его невероятное сообщение Карьера топ, говорит Стасон Передай привет городу Можга Привет, город Можга Славный город Там делают линейки По крайней мере, делали, пока я был школьником Очень интересный матч, ребята У Сити ноль ударов за полчаса Причем, ха-ха, играют дома И, как говорится, кто меня за язык тянул Видимо, сейчас первый же момент Нет, Аарон Аарон, лучший Аарон Обостряющий пас Здесь Здесь можно было бы не показывать на самом деле Потому что Артега просто спокойно забирает мяч Интересный матч, да Вот это вот стоило того, чтобы нам это смотреть Но это Кубок Англии Это напряженный момент Старейший футбольный турнир на земле Старее этого только вот когда вот Ну понятно, первым же моментом Старее этого турнира только когда вот Ацтеки играли Но там были трофеи посерьезнее, чем просто выход В Еврокубке и железная чашка Первый удар Самое обидное Фланг Аарона привез гол Еще и Томми Дойл голевую отдал Так сказать Практически родной мне человек Ну серьезно Два момента, два гола Как мне потом с ними конкурировать, когда я выйду в АПЛ Может мне не выходить в АПЛ, а? Как вам идея? Пелистр Ну давайте хоть моментик в 3D создадим Чтобы как-то вот зрители начали говорить Антошка, молодец Видна, видна Тренерская рука Аарон Подача Просто в никого Но ошибается Аканжи Китики подбирает мяч, который никому не нужен И Пелистр Вот о чем я и говорю Самое интересное У Пелистр Дальний удар и 7 Да, это не самый прям дальний удар был Но Он очень часто лупит Прям ну вот с таких вот нормальных расстояний Типа там 20 метров И очень часто попадает На Макате Ой, тут красиво на Даку И что-то в этом матче Костыль сам не свой Кем бы мне усилить игру? Из игроков атаки есть у Дав Собственно мы его сейчас на поле и Выпустим Есть еще Лопес Пожалуй, что тоже можно Да, все выходите Первый сейв Костыля Завершается практически голевой Да, на Ковачевича И Гол защитан Мне предлагают вратаря поменять То есть настолько все плохо у Костыля в этом матче Ну нет, я ему доверяю Да с кем не бывает Однажды я на школьном стадионе пропускал гол с центра поля И ничего, никто меня не менял Просто запомните это поражение Потому что буквально через несколько сезонов мы будем над этим смеяться Когда будем сами громить Сити Нам за матч дали 3000 баксов Мне кажется, мы на дорогу больше потратили и на отеле Чтобы поскорее добраться до Сити в чемпионате Нам нужно, соответственно, выйти в АПЛ И это мы сделаем сегодня на стриме Ссылочка в описании Я думаю, что за оставшиеся 11 туров Конечно, можно потерять такое большое преимущество Но, будем честны Это нужно конкретно постараться Хотя в последнем матче мы Как-то вот Не то, что раньше, да Но я в команду верю Думаю, что ничего страшного не произойдет Хотя, опять-таки, все возможно Поэтому на стрим приходите Увидимся там Ссылочка в описании Все нужные ссылочки тоже есть в описании Там, туда-сюда До скорых встреч